Посмотри этот ролик и ты узнаешь, почему ты не растешь в массе, почему отстают твои основные мышечные группы, которые ты хочешь прокачать. Плечи, грудные, руки, спина. Физкульт привет, друзья и ученики и просто случайный зритель. Очень часто приходится слышать, что люди не прогрессируют. Либо вообще впадают в застой. Почему и чаще всего по какой причине это происходит? Узнаете, досмотрев этот ролик до конца. ...что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия Фак Фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Скажу на своем личном опыте для начала. Когда я начинал тренироваться, у меня ноги по наследству были достаточно большими. Мне завидовали даже люди, которые уже не один год занимались бодибилдингом. У меня отец больше 10 лет занимался велоспортом. Накачал огромные ноги и мне, видать, генетически передалось это. И на волне такого счастья, такого подарка, я, естественно, как и все, не любил приседать. А сегодня речь идет именно в первую очередь о важности приседаний. Да, друзья. Я прогрессировал очень долго благодаря тому, что делал становые тяги, подтягивания, отжимания от брусьев. В принципе, все то, что вы читаете в моих книгах. Но в книгах уже все более грамотно, с высоты почти что 30-летнего опыта все расписано. Поэтому все люди, кто начинает тренироваться по моим книгам и для девочек, и для парней, пишут мне благодарные отзывы о том, что они начали наконец-то прогрессировать. Те, кто уже довольно давно тренируется. Ну и новички, естественно, тоже. В чем же суть? Честно скажу, я избегал, как мог, приседаний, наверное, лет 5, а то и больше. Хотя и приседал на раз 160-170. Но, естественно, это не бодибилдинг приседать на раз. И никогда никому я это в своих тренировках не советую. Но откуда я знаю свой результат? Потому что по юности я выступал помимо бодибилдинга, также и в соревнованиях по пауэрлифтингу. Тогда у нас так это было принято. Мы, в принципе, тяжелоатлеты, бодибилдеры, пауэрлифтеры тренировались в одном зале. Была такая большая дружная команда. Мне, в принципе, дух того времени очень и очень нравился. И те люди, кто тренируется сейчас в старых таких полуподвальных или даже подвальных залах, все равно испытывают на себе такой дух. Его, к сожалению, в фитнес-центрах не встретишь. Поэтому, если хотите по-настоящему прочувствовать серьезную качку, серьезную тренировку, находите залы недорогие. Они, кстати, что тоже на пользу вам. Старенькие залы. Оборудование, кстати, что подтвердил своим опытом Дориан Яц, большого-то и не нужно. Самое главное это штанга и гандели. Естественно, турники-брусья. Так вот, друзья, наука уже не раз доказала, что приседания являются самым жизневажным упражнением. Естественно, если мы говорим о физической культуре, ЛФК, просто здоровье, то речь идет о приседаниях с довольно-таки небольшими весовыми отякачениями, с небольшой штангой, но, естественно, с постоянной прогрессией в весах и в повторениях. Это дает здоровье всему нашему организму. И, что самое главное, что важно очень для бодибилдера, когда вы тренируете ноги, у вас лучше горит жир по всему телу. Потому что очень много рецепторов в ногах, которые запускают все эти процессы. И, естественно, лучше растет масса. Об этом говорил неоднократно Ронни Коллиман. Об этом постоянно говорит Арнольд Шварценеггер. Но почему-то никто не слышит. Посмотрите на тех людей, которые являются в мире бодибилдинга лидерами, иконами, если хотите. Это люди, которые приседали всегда. А самые лучшие приседали вообще на протяжении всей своей карьеры. Даже великий Дориан Яц, который в своих книгах, статьях говорил о том, что он разочаровался в приседаниях. Посмотрите, почему так произошло. Во-первых, Дориан первые начальные годы своей карьеры много и тяжело приседал. О чем он рассказывал, что свидетельствует в кинохронике, и вы можете видеть на некоторых фотографиях. Но кто следит внимательно за тем, как тренируются чемпионы, мог и должен был заметить, как тренируется Дориан Яц. Его не зря называли очевидцы, его тренировок, машиной, роботом. Каждое движение, каждое повторение, на каждом участке амплитуды с огромными весами Дориан делал как машина. Он чувствовал каждое движение. В отличие от нас с вами, которые опускают вес, практически игнорируя негативную фазу движения за счет гравитации, расслабляя мышцы. Нет, друзья, так не пойдет. И Дориан об этом постоянно говорил, и многие другие об этом говорят, и я не раз вам об этом говорил. Что негативная фаза наиболее важная фаза. И опускать вес вы должны за счет напряжения мышц, точно так же, как и позитивную фазу, а не за счет расслабления. Но это немножечко мы отвлеклись. Так вот, когда Дориан дошел до очень серьезных весов, а вы все знаете, кто приседал, кто пытался приседать, кто приседает до сих пор. Что когда мы доходим в определенных весах в приседе, мы перестаем чувствовать конкретно в момент выполнения движения работающей мышцы. А мы с вами, приседая, естественно, всегда думаем в первую очередь о квадрицепсах. И мое личное мнение, что Дориан разочаровался в приседаниях только по той причине, что работая в такой идеальной технике с огромными весами, он перестал чувствовать в момент выполнения движения целевую мышцу, то есть квадрицепсы. Естественно, когда мы с вами садимся, а тем более ложимся в тренажер, отключаются мышцы-стабилизаторы, происходит совершенно другое. Мы можем четко сконцентрироваться на работе той или иной мышцы. И особенно это хорошо чувствуется в ногах, на квадрицепсах. К чему я это все говорю, друзья? К тому, что как только вы начнете грамотно приседать, вы будете получать пользу по всем направлениям фронта. Будет лучше сжигаться жир, будет лучше наращиваться общая мышечная масса. Но что самое главное, о чем я еще не сказал, и что говорит медицина, это будет улучшаться ваше здоровье, будет улучшаться работа сердечно-сосудистой системы. Хорошие приседания с относительно тяжелым весом на 10-15 повторений не сравнятся ни с какой аэробикой. Аэробная нагрузка здесь будет целиком и полностью проигрывать. Кто приседал, тот знает. Так вот, объем ноги, но естественно не жира, а когда у вас нога мышечная, напрямую зависит от вашего здоровья. Вы можете погуглить, если не верите мне, и найти медицинские исследования, которые подтверждают, что мужчины и женщины, у кого объем ноги больше среднего, в общем состоянии здоровья и психического и физического гораздо обгоняют людей, которые отстают в развитии ног, в развитии именно квадрицепса и бицепса бедра. Обратите на это особое внимание, друзья. Надеюсь, вам помогают мои ролики. В следующем ролике я вам расскажу о технике, которую я открыл сам для себя. Ведь мы знаем, говорю я сейчас о технике дыхания, что нужно работать и дышать определенным образом. Так вот, дыша по старинке в приседаниях, мы как раз таки вредим себе, естественно, если работаем уже на достаточно серьезный результат. Я не говорю сейчас о тех, кто занимается исключительно физкультурой, исключительно ради собственного здоровья. У тех таких проблем нет. Если вы хотите избежать проблем, связанных с варикозным расширением вен, с усилением внутричерепного давления, глазного давления, то вы обязаны посмотреть мой следующий ролик, где я вам расскажу, поделюсь своей находкой в технике дыхания именно в приседаниях. Что, кстати, поможет вам избежать и натуживания, что в свою очередь не приводит к таким плачевным и очень часто встречаемым заболеваниям, как геморрой. Кто давно в теме, тот знает, о чем я говорю. Друзья, делитесь моими видеороликами в своих соцсетях, пишите комментарии, ставьте лайки и дизлайки. Это, хочу обратить ваше внимание, самая лучшая благодарность ваша, каналу, за ту работу, которую я делаю для вас совершенно бесплатно. Для тех, кто хочет грамотно тренироваться, для тех, кто взял на себя ответственность тренировать других людей, я настоятельно рекомендую приобрести мои книги из серии FAKFITNESS. Их вышло уже три. Это две книги для одна парней, другая для девушек, где вы практически на два года получаете пошаговую инструкцию, как тренироваться на каком уровне, как питаться, как восстанавливаться. И чем отличается мой подход от совершенно любых других подходов, которые вы можете встретить сейчас в современной фитнес-индустрии. Да, очень просто. Я даю ступени, я даю шаги. И на каждой ступени, когда вы достигаете определенных силовых нормативов, а эти тесты указаны в книге довольно-таки конкретно, и вы четко понимаете, когда вам нужно переходить с одной программы на другую, не слушая тех глупых трениров, которые говорят вам, что вам нужно каждый раз сделать что-то новое. Это путь в никуда. Вот этим мои книги очень выгодно отличаются от любых других. И это не пустые слова, вы можете почитать те отзывы, комментарии, которые пишут люди, которые уже приобрели и начали изучать и тренироваться по данным книгам. Третья книга также очень важна, в первую очередь, опять-таки, для тех, кто берет на себя смелость и ответственность тренировать других людей, но в первую очередь, эта книжка важна для каждого из вас, для ваших детей, для здоровья ваших близких. Почему? Потому что это книга о здоровье позвоночника, о проблемах, связанных с грыжами и протрузиями, о том, как их избежать или как избавиться от проблем, вызванных данными заболеваниями. Вы тоже мало где встретите подобную информацию, она уникальна в своем случае тем, что собраны самые лучшие методы, которые не вызовут у вас никаких затруднений в их использовании и применении. Книжка так и называется «Профилактика и реабилитация позвоночника». Настоятельно рекомендую, друзья, приобрести эту книгу. Вы узнаете очень много нового и будете удивлены. На самом деле, боли и проблемы, которые вы испытываете в быту, на тренировках, вызваны чаще всего не грыжами и протрузией. Так что, друзья, хотите быть здоровыми? Хотите, чтобы ваш прогресс никогда не останавливался? Начинайте свои тренировки обязательно с приседаний, становых тяг, подтягиваний и отжиманий от брусьев. Приседания должны быть обязательно включены с первых шагов в ваш тренировочный режим. Естественно, на начальном этапе это все обучение техники, без каких-либо серьезных и даже несерьезных весов. Только техника на первых шагах. И когда вы уже даже будете не середнячком, на среднем уровне обязательно тоже приседать. Когда вы достигнете уже продвинутого уровня, вы можете и должны задуматься оставлять вам приседания в своем тренировочном графике или исключить их полностью или частично. Но ни в коем случае до того, как вы не достигнете определенных силовых показателей в приседаниях, не стоит отказываться от них. Этим вы только вредите себе, своему здоровью, своему прогрессу, как в наборе мышечной массы, так и в жиросжигании. Обязательно прислушайтесь к этому. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По пробокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Спасибо, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...